друзья всех приветствую с нами сегодня марк фигин был обсуждать события последних дней последних часов здравствуйте марка рад приветствовать всех зрителей мы с вами остались последний раз обсуждает приблизительно прикидывая что будет навстречу си и путина она только-только как бы открывалась вот сейчас все закончено и честно говоря я ничего там не не услышала кроме вот этого туманного камняки но все же там все почему-то говорят россия стала сателлитом китая вот как как у вас какие ощущения того что произошло ну давайте так разделим две две вещи стоило бы обратить внимание ну понятно по каким направлениям первое это касается войны в украине тут прогресса никакого это скорее можно негатив занести для китая точно потому что смотрите как получается путин говорил о плане китая а предполагалось в публичном пространстве что те 12 принципов которые ну честно говоря планом ну вот никак не выглядят причем он сказал мы его примем за основу это очень интересно будем взять там нечего изучать на первый пункт это признание международного права соответственно государственного суверенитета стран государства международных границ территориальной целостности и так далее но какие еще из этого могут быть выводы тем более что китай признает украину в ее границах с крымом ну и всеми остальными оккупированными территориями а и смотрите ведь вот говорилось о том что будет разговор си дзиньпина по итогам беседы с путиным с зеленским ничего этого может публично ничего не сообщили был разговор нет возможно нечего и обсуждать причем сегодня прозвучала информация от имени владимира зеленского о том что предложенные значит мирный украинский план на него китайская страна не отреагировал то есть никаких сообщений обратно не было фидбэка не было о чем это может свидеть но в общем это провальный кейс потому что и москва вроде как рассчитывала что репрезентатором ее позиции выступит пекин который будет просто тупо защищать ее претензии на так называемые геополитические реалии видимо этого тоже не получилось пекин тоже не хочет брать на себя роль адвокат дьявола в такой во всяком случае степени как-то так знаете миротворческая миссия она не предполагает слишком откровенную защиту человека которого на которую уже выдан ордер как военного преступника знаете тоже тут некоторую дистанцию лучше сохранить в этом вопросе в этом вопросе поэтому что касается мирных предложений которые непосредственно в момент визита могли быть реализованы достигнутой договоренности этого точно нет может быть будет какое-то продолжение мы не знаем о чем они там договорились что будет дальше кто куда челночно поедет в пекин ли кто-то поедет тем более что пекин хвалится тем что он примирил тегеран или яд вот совсем недавно я кстати тоже не очень верю в долгосрочность этих договоренность там на востоке знаете сегодня договорился завтра и другую горло перерезал это тоже так это но тем не менее факт остается фактом они там этого добились а вот что действительно было ну вот представьте приезжает си цзиньпин вы горит эти русские выбирайте вам в двадцать четвертом году на следующий год а тут путина я вам показываю пальцем нее даже москва отреагировали не мы еще ничего не решили там не 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 про комитет песков по моему нет пока еще о выборах утра ну зачем же так но понятно что в другой редакции понятно что он по-другому это сказал но сказал ты именно это что мы вам оставляем вот это вассал вот по-моему мы у вас это обсуждали я говорю что главный побудительный мотив и визита и все остальное спасение путина сохранил власти именно путина я много это где говорил у меня много эфиров но это же очевидно совершенно потому что слабый проигравший даже пусть войну путин а си цзиньпину и китаю нужен потому что он будет податлив он будет делать все что ему нужно путин в нынешнем своем виде и представляет действительно про китайскую партию в криме он главное первое лицо и он сторонник развития отношений с китаем но каких отношений что они партнерские что они обойдут выгодные что эти отношения несут какую-то позитивную динамику для развития прогрессивного развития самой москвы он сам путин заявляет мы горит вам завидуем да конечно завидуем то что тут рассуждать он завидует видите ли понимаете разворовали всю страну а мы горит вам завидую ну хорошо значит в этой ситуации совершенно понятно слабой стороной является именно москва у всех этих договоренностей я думаю они больше понятийные бумажки они подписывают там силы сибири и слабые сибири это все детали понимаете они сегодня такие завтра как-то диверсифицируются но сам факт что китай по отношению к москве рассеи выступает единственным инвестором единственным и политическим и геополитическим и экономическим всяким другим выступать единственному агентом вот отношениях с мировом сообществе единственным агентом а кто еще может от имени россия репрезентировать кто-то ну просто интересно в любом случае в сухом остатке понятно что путин впервые так публично унийлся попросил крыши у другого государства а раз а раз он попросил крыши и ему видимо ее пообещали то ему за это придется отдавать много я думал что восток в этом отношении знаете как это курят все птички пропасть называется друзья всегда говорю что видео это взаимодействие двоих как в танце невозможно построить интересный танец невозможно построить это взаимодействие если нет желания двух сторон мы для вас работа 24 на 7 и сегодня пришло время отдавать долги для нас сегодня очень важны ваши подписки ваши лайки ваша помощь потому что конечно мы будем меняться потому что мы будем делать новые проекты потому что нам нужно физическое ощущение вашего плеча рядом подписывайтесь ставьте свои лайки а мы конечно всегда я обратила внимание вот на этом совместном коммунике на этот пассаж путина сейчас прямо ему процитирую коллективный запад начинает применять оружие с ядерным компонентом он это сказал в после того как великобритания озвучила свои планы передачи украине не только танков челлендж но и снарядов с объединенным ураном да и он говорит что похоже что запад действительно решила вас россии до последнего украинца уже не на словах она деле но и на как бы обычно его угроза там ядерным оружием нам ищем ответить так далее его угрозы поддержал также шайгу на министр обороны рассказал что россии ищем ответить на такие вещи ну и прочее прочее как вы думаете это вот они опять учитывая что они начинают выдвигать танки еще времен сталина и хрущева там понимаете да расконсервировать то о чем как бы чем они могут угрожать вообще по сути ну во первых что касается объединенного урана это всего лишь навсего это никакой не радиоактивный материал не является ядерной там какой-то компонентой все это чушь он тоже из-за топов но объединенного ран просто создает плотность я не крупный специалист поймите меня правильно я сам по интернету дальше просто это не мое но но действительно плотность высочайшая то есть наконечники из этих снарядов пробивают все на свете что угодно дальше уже наше да ну понятно для чего эти снаряды нужны чтобы при контрнаступлении пробивать бронетехнику в противационные сооружения оборонительные позиции из бетона ну как бы логично да то есть такие снаряды нужны никакой классификации значит ядерные там и так далее они не относятся ну это как бы мы не физики но мы это понимаем да значит соответственно речь идет просто о плотности металла который используется в этих снарядах урана это первое то есть риторика это она скорее основана на какой-то пропаганде произвести впечатление вновь погрозить показать что вот а мы тоже вот что-нибудь такое а что такое ну давайте ну и что вы можете вы ударите по лондону стратегическим ядерным оружием так у лондона свои ядерные ракеты не будет москвы не будет вас вы все умрете и надо прекратить разговаривать на уровне там эфемерных рассуждений значит а что будет если бы день вы все сдохнуть вместе с вашими домашними животными детьми и всеми остальными вы этим собирались грозить вы этим собираетесь использовать в качестве угрозы это средство ядерное оружие как они же но опять же выживите пропагандисты а мы ударим по лондону по парижу уж бесчетное количество уж бесчетное количество почему-то любит славясь манян там помните так сказать подлетное время и там вот этот гурулев у них значит тоже пьянчужка значит они все говорят один лад все одно и то же то есть они все время примеряет от на других на себе нет не примеряют как они как пепелок полетят к воздуху значит развиваясь крутят то есть они это все время про других поэтому путин когда такие вещи заявляет он должен осознавать что это он будет пеплом это он будет кружиться значит в лучах света значит ядерным пеплом и поэтому угрозы эти я считаю что они исключительно пропагандистскую направленность имеет и никакого содержания они уже используют и кассетные фосфорные другие боеприпасы которые в принципе тоже где-то запрещены но все равно их используют поэтому грозить используем таких боеприпасов ну знаете тоже вчерашний день понимаете все остальное это еще раз хочу сказать что это спор чисто умозрительные оружие будет поставить они кстати говорили что будет судный день если по крыма ударит будет там если танки поставить то все ракеты ну и что все поставляется тоже идет война это логика войны хотите это прекратить так выйдите из территории украины все прекратится в один день это же логично а как вы себе нет геополитические реалии очень ну тогда дружок жди когда контрнаступление принесет свой результат и узнаете по итогам визита я вот еще одна вещь какую-то заметил но как бы я уверен что си так знаете шел и говорит ну вот он не соглашается ведь контрнаступление начинается вот так ничего ничего податливой сучка будет понимаете то есть они дождутся они может хотели предвосхитить вот это поражение частично дождутся когда значит это все произойдет и вдруг ой ой мы тут потеряли города это а что плохого для китая это в это еще большая слабость режима власти в россии главное чтобы только он не свалился этот путин а так то в принципе ему хорошо но потерять ему ни горячо ни холодно от донбасса и крым там и такую же земля но если мы говорим о зоне боев там и так что там осталось ну что туда инвестируют деньги куда в оккупированную территорию чтобы ай-яй-яй было честно говоря ну и как говорится и подождем конца лет чем это все закончится ну могут разные варианты сценарий развития ситуации быть но вопрос другом раз они расконсервируют танки значит других танков нет ну я имею ввиду китайцам других танков не дадут может быть какие-то боеприпасы китае поставят я не знаю я не буду за это отвечать может комплектующие какие-нибудь дроны как они вот поставляют им они уже им поставляют нет уверенность что это сам вот китай взял на себя ответ конечно какие-то серые схемы что-то еще комплектующие может быть но вот пока утверждать что именно китай санкционировал передачу военных изделий которые сам производит официально как государство ну тут пока осторожно очень осторожно потому что мы таких прямых свидетельств не видеть хотя об этом заявляют источники пентагона и цру и западная пресса об этом пишет но для этого нужно чтобы украина увидела на зоне боев вот эти изделия и сказал точно ведь с ираном то не было этих вопросов про иран сразу сказали причем разведки но я так понимаю израильская передала материалы киеву как я себе это представляю и там куда они к вам эти дроны посылают я думаю что какие-то были переданы противосредства с участием киеву таки марк вопрос не праздновать что они готовы потому что вот последний удар по запорожью до пресс-секретарь воздушных сил говорит говорит о том что они применили оружие у которого отпуска до попадания несколько секунд и били по запорожью из реактивной артиллерии вот по предварительным данным жилые дома обстреливали из разысло торнадо с и об этом сообщил и гранат который собственно командующий военно-воздушных сил и а честно говоря а вот мы понимаем я понимаю что предела у них так сказать нету вы правильно говорите фосфорные бомбы применялись и многое другое многое другое и многое другое понимает ли запад сегодня что нужно как можно быстрее как можно больше давать вот оружие я уверен что да вот я уверен что да и вы понимаете упреки они уместны всегда тем более страна воюющая я знаю что в европе и тогда и говорят ну да да украинцы они такие очень требовательные они вот тяжелые они все время там ругаются я думаю же так и есть но с другой стороны все же понимать ну извините война у него вот эту ответственность в том числе морально ну что ж не уберег не спас жителей в запорожье понятно что как он в запорожье куда прилетит неизвестно огромная страна значит да и ее просто берут и бомбят но я думаю что понимание это есть и вашингтоне и в европе но есть я бы вот я не вижу если мы еще в начале войны в первой трети видели какие-то голоса там потери лица еще что-то давайте а к чему это придет честно говоря если мы что-то и слышим то она про другое скорее вот уже не про то что оружие не надо давать что какой-то резонерская звучит про самолеты а мы вот еще там чего-то она мы не будем возразить другие да какая-то тут суетата еще может быть по каким-то ракетам дальнего радиуса действиям и самолетом идет а по всему остальному попытка ускорить все есть и абрамсы вот сейчас какие-то старые новые на их точно стараются быстрее быстрее все что есть колес отправить в украину поэтому но все равно быстрее все равно нужно стимулировать от процесса я думаю что наступающее теплое время климат который позволяет в общем осуществить все планы которые есть у командование в ссу она к этому подстегивает нужно что лето короткое но относительно и потом начнется осень чего ждать поэтому все оружие должно поступить к весне для того чтобы ну сейчас уже весна чтобы начать эту операцию и она может дать искомый результат так что мне так не выглядит что кто-то специально препятствует а бахмут интересная ситуация там сложилась за этот год потому что мы уже очень много раз говорили были даже практически морально готовы к тому что фронт будет выравниваться и бахмут отдадут но все-таки туда ездил вчера президент там награждал людей которые там бою награждал нашим бойцом но самое главное что а иностранная разведка частности британская разведка отмечает что давление на бахмут со стороны российской армии ослабевает вот есть такое ощущение что она дошла до пика и больше не может подняться ну то есть получилось появилась реальная возможность все-таки удерживать населенный пункт и возможно оттуда даже стартовать ну смотрите тут несколько факторов играют роль опять же мы не оцениваем сугубо военной точки не пусть об этом говорят эксперты да с каких флангов сколько какая чистость какое значит используется вооружение может быть там количество снарядов по бахмуту и так далее но но смотрите что мы видим во первых продолжает воевать там чвк вагнер который явно ну судя потому что сам говорит пригожин и то что мы слышим от его значит всякого рода лиц представляющих похоже то ну как бы вот та версия которую мы не раз обсуждали что его страчивает да вот хотят вытратить полностью единицу боевой чвк вагнер и любыми путями иди вперед он местные эти как бы штурмы и так далее и форсировать ситуацию минобороны не хочет ну вот положит весь вагнер а потом будут думать наступать или притормозить то есть своя внутренняя борьба она влияет на ход боевых действий там именно в бахмуте других местах может меньше друг других не так хотя подавдеевка он тоже достаточно горячо или район кримина и суватова тоже не сладко но тем не менее именно там поскольку видимо так сказать взятие бахмута это личное обязательство пригожины и ему хотят поднасрать я это вижу он и сам об этом говорит но это и видно потому что а чё не взяли по сей день если бы уж сильно хотели бросили все силы средства да и взяли бы они взяли а почему говорят что там их 50 тысяч а противостоит им 20 тысяч причем идет ротация и со стороны в ссу там уже появились части ссо специальных операций становится больше не все значимо больше а это решение именно об удержании поэтому на самом деле ситуация видимо исходит из двух предпосылок одна это само решение командования военно-политического руководства о том что бахмут мы держим да об этом заявил президент Зеленский об этом заявлял военное командование и залужные и цирские и так далее для чего возможно у этого есть у этого есть причины дождаться контрнаступления сдерживая сковывая значительные силы врага именно в районе этого населенного пункта а с другой стороны ну да то есть и политическое значение он имеет пока стоит бахмут но это вот вдохновляет хотя еще раз оговорюсь я не вижу никакой такой чудовищной проблемой если бахмут будет оставлен вот и силы пойдут на какой-то другой участок фронта где может начаться контрнаступление можете начаться контрнаступление через бахмут ну загадка лучше пусть это оценит военный эксперт так когда смотришь на дипстейт на карту да выглядит как-то совсем печально вроде как окружение полуокружение хотя дорога работает и въезд в город есть но но как это выглядит реального копия понимаете наверное иначе совершенно поэтому я не исключаю что слишком много сил затрачено именно там помимо того что может быть и нет желания у меня обороны генштаб помогать пригожину но силы страчено столько что можно бросить еще больше а если не будет результата кто будет отвечать туда бросили еще 10 бригад и ничего а сколько вы народа там потеряли а сколько вы потеряли боеприпасов и так далее ну то есть кто-то должен отвечать я помню когда харьковскую операцию обсуждали я вот тогда заявил о тезисе о том что есть элементы саботажа стороны генералитета я сейчас держусь той логике что саботаж выражается в том что так уж особенно брать на себя ответственность никто не стремится не бежит на эти вот завтра к утру возьму там закат сотни вручную вот нет такого что бахмут возьмем первым числом может они там докладывают путину и берут какие-то там на себя повышенные обязательства этого не знаю но публично кто-нибудь говорил о том что вот завтра бахмут будет взят ну кроме пригожен периодически чего-то заявляющего ну так в общем не командование своего никто ведь публично мы давно видели герасима выступающего не видели вообще не видели практически да вот поэтому это тоже может быть показателем того что вот вы знаете что так вот брать на себя за это ответственность не так уж сильно хотят может быть это под предлогом того что почему решили что бахмут это главное у нас он и абдеевка и маринка у нас она и что происходит запорожье под угледаром у нас он криминная сватова на купянск узловая все участки фронта важны почему только в бахмут ну раз взял на себя обязательства пригожина и бери иди иди бери вот а я не могу у меня снарядный голод ну иди поешь что касается пригожина так интересно тот кураж который когда-то и дерзость вот такая полублатная которые были у путина в начале войны они конечно полностью испарились зато пригожин не истощим вот ольга романова есть такая журналистка которая руссидящая она опубликовала письмо которое прислал и фонд деятельности чего к вагнер кувалда и написала глаза мне верю письмо следующего содержания уважаемая ольга евгеньевна просим вам вас оказать финансовую помощь для нужд бойцов чего к вагнер ну и так далее уверен в вашей поддержке и подпись пригожин глава чего к вагнер у него есть и время и желание развлекаться понимаете таким образом он же прекрасно знаете такая романова и так далее ну конечно это просто эксцентрическая его натура заставляет постоянно прикалываться но он видите как он же не стандартный такой типон то есть вот то что мы как бы относили к его ну что ли минусом как бы как фигура как некая значит не не ну не конвенциональный для аппарата власти он из этого вот надо отдать ему должное пытается конвертировать во что-то полезное для себя то есть да я вот такой а я вот немножко такой игровой а я вот могу и так и эдак но вы не можете представить что взял и шойгу ли герасимов прислал письмо такой прикол значит романовый реально авторизированное письмо ну не можешь а этот можете позвать я горит бизнесмен я директор как он себя назвал директор чего к вагнер ну слушайте интересно директор чего к вагнер я думаю что это его эксцентричность это с одной стороны свойства натуры да не знаю насколько это чувство юмора а насколько черный юмор это уже кому как по вкусу оценивать а с другой стороны смотрите он же ведь публично все делает фактически все его заявления все его выступления все его эти аудиозаписи видео они все пытаются выстроить какой-то имидж конкретного чувака который значит из-за слома в карман не полезет и никого не боится я думаю это очень притворное создается впечатление это не так он знает чего бояться и на самые серьезные угрозы он не не пойдет на то чтобы их реализовали но в целом он пытается еще и что-то политическое открытся это мы горит хотим создать политическое на субъект политическую партию ну знаете в россии мало кому разрешено даже такому заикаться потому что он партию хочет а это вот пойди сначала вымыли разрешение только сказать об этом публично не тоже что-то создавать поэтому он пытается демонстрировать некую автономность от всей этой системы власти но это повторяет все равно пути никуда это в рамках дозволенного все равно это он ну конечно вот есть такое ощущение что как бы он не укуражился он отличный вид берега не знаю не на путин уже не наезжает он представил бы себе отвечать гиркин 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 понимаете у него армии нет он не фрика его используют как бы на поводке против скорее военного руководства да он позволяет себе какие-то там претензии к путину но в принципе все остается полковником фейсб но они его держат для этого возможно они на нем проверяют какие-то вещи возможно как-то намагничивает ему идет письма и так далее они все переиллюстрируют следят что как какие настроения я бы не исключал все равно мы же отдаем себе отчет что из себя россия нынешняя представляет ничего самостоятельного ничего самоинициативного там быть не может это все подконтрольно и иллюзий питать не стоит чистое террористическое государство но гиркины они нужны они часть ландшафта определенного они не столько для паблика но паблик ладно он по-другому не притянет к себе сторон а именно для того чтобы проверять качество и процесса который идет вокруг войны вот гиркины нужны я вам расскажу такую одну историю он же гиркин создавал как комитет 25 января или как-то он назывался там был и лимонов и крылов покойный лимонов тоже покойный и значит там всякие товарищи у меня даже на канале выступал его кунгуров такой его посадили он потом сбежал через украину куда-то в европу выехал они создавали такой ультра патриотический блок это был бог знает в каком году там типа не знаю там восемнадцатый такие еще времена когда могли посадить могли не посадить сейчас только посадить вот и всех потом пересажали а он в один день пришел как мне вот рассказывал стал с чемоданчиком этот гиркин сказал все я ухожу как ты женицировал создание организации у нас тут партия будет все чтобы я вас больше не видел а их всех пересажали вот но все в интернете можно найти люди кому интересуются деталями это о чем говорит о том что он какой как ниппель всосал значит какие-то силы рядом их значит протестировали проверили значит кого чего ну и клапанули как это обычно бывает он такой понимаете как бы гапон он же ведь как его дружба с зубатовым какие-то профсоюзы он вроде как но он что-то хотел как-то рабочий был комитет создал и же ничего себе но вообще как у зубатого работает сам такой помощник зубатого представляете его бы направить ну кто бы пошел такие профсоюзы хотя зубатого просвещенный человек профсоюзу россии создал понимаете охранкой заведовал то ведь зубатого но понимал что нужно что отнести в масса эти ничего не несут они должны как пылесос высасывать людей потом и все и все сидят понимаете вот приблизительно так кстати вот о канцельере постоянно этот вопрос муссируется кто-кто-кто и вот на этой встрече китайской на эти китайские гастроли медведя присутствовал словом и зерна присутствовал сидел то по правую руку и прочее и все чаще и чаще я слышу вокруг что медведи претендует он хочет и вроде бы путин согласен быть но если не приемником то где-то вот тут вот рядом и опять вторым первым да насколько это реально мне кажется настолько хреновой форме что нужно быть абсолютно сумасшедшим или абсолютно отчаяться понимаете что взять его под руку я все таки думаю что он выполняет роль неприемника а знаете ледяной дом шута балакирева вот шута балакирева он конечно тут тоже кстати между прочим аристократ был ну как бы дворянин а подише ты шут балакирев вот при мне путине шут балакиревым является именно медведев не в аппарате он веса не имеет ни авторитет он не имеет своими инфернальными эксцентричными заявлениями может быть он лелеет надежью что он второй раз в одну и ту же реку войдет может быть я допускаю и даже путин может быть где-то даже местами его и поглаживает говорит да да дима давай давай сынок может я этого не исключаю но шансов там никаких канцелярии это все-таки скорее человек более тайный скрытый без вот этого внешней аффектации скорее какой-то юрий ковальчук куда больше на это претендует мне это представляется куда больше потому что в этом есть но как бы сказать вот та степень конфиденциальности непубличности до особенности отношений которые свойственны людям которые но более серьезно подходит в системе это же не публичная система да власть отправляется в россии непублично абсолютно вот он больше подходит на роль канцелярии но я не думаю что такой как ковальчук претендует на роль преемника он хочет чтобы все осталось как есть что все осталось под контролем и чтобы все продолжалось ничего вечного не бывает но тем не менее желание такое скорее у такого канцелярии сильнее выражено он может допустить там не знаю своего брата родного вот этого михаила сумасшедшего сделать очередным приемлемом опять же вопрос о преемничестве сейчас если он стоит только у тех кто хочет эту ситуацию исправить для себя ну в том смысле аппарат власти он же понимает что он это уже уже военный преступник мне кажется что в этой ситуации все должны наоборот дистанцироваться от власти а не стать преемником потому что ведь обидно же не сочтены на самом деле смотрите они же ищут способа как дистанцироваться одно дело ты под санкции а другое дело ты под ордером ну это согласитесь да ну да мне пожалуйста санкции санкции я думаю что 45-м году преемником гитлера немногие желали стать ну там формальные были так сказать он оставлял за собой значит преемников но но видите как насколько сейчас мы приблизительно к сорок пятому году они например в сорок четвертом когда был заговор валькирии и собственно шталфенберг фитцлебен там видны ну без вермахт в общем-то возмутили всем дерьмо и говорил что уже с этим надо заканчивать да это была неудачная попытка но сам факт что она была и этот заговор был вне всяких сомнений резервной армии то есть это безусловно свидетельство того что ну некоторые задумывались о спасении отечества тогда были люди идейные нечитаны нынешнему говну вот они задумывались об этом сейчас таких не найдешь эти сейчас будут задумываться только чтобы чур не меня вот и с этой точки зрения ну да конечно дистанцию кто-то соблюдать но мы это видим но у них плохо это получается но например конкретный вот этот съезд российского союза промышленных предпринимателей который шохин возглавляет там вечно все-таки заставили прийти я уверен что вот этот герман хан он может быть и хотел бы слиться куда-то ой вы знаете у меня тут вот шнурки ой у меня что-то заболело в паху чё-то жмёт а это не одружал нет нет ты приехал поэтому будешь делать как все поезд подобрал пах и пришел ну чё-нибудь он такой ходунки на ходунках так это а придешь на ходунках а придешь потому что я понимаю бы хотелось он 10 лет жил в сандане а потом ой как это так санкции и ребенка школа он горит я не могу устроить пускают ну я выдумал потому что видимо денег ограничено за частную школу надо платить знаете как у них жемчуг мелкие нам наводку не хватает поэтому и приехал но раз ты приехал тут дружок соответствует как говорил геббельс не раз я у вас цитировал вместе шли вместе и висеть поэтому знаете дорогие друзья вы давайте уже мульти мульти веревки потому что я типа буду висеть и вы будете висеть ну конечно бы они хотели бы этого избежать на 10 лет он герман хан жил же в лондоне не тужил а вот пришлось вернуться и теперь нужно соответствовать внутри как бы это есть внутри этой страты вы сложно найти вот такой элемент канцельери которые бы там распоряжал ситуации в пользу какой-то перемены при которой можно будет соскочить вот сложно найти потому что слишком все непрозрачно понимаете мы почему удивляемся когда вдруг кто-то публично начинает себя вести как будто нормальной политической системе где конкурируют спорят по телевизору всех показать выборы тебе это противоестественно для системы которая в общем замкнутая сама на себе внутри себя что-то решает и вообще никто на нее не влияет ни народ не не даже сама внутри класс власти и так далее просто сверху решили так обсудили и оно пошло и нас удивляет что позволяет себе там пригожин или даже медведев которые какие-то вещи завевают но явно выходящие за рамки ну скажем так допустимой риторики выразимся аккуратно да то есть идея это правильная значит из ряда вперед лезть не назад же как в советских фильмах но тем не менее это все-таки не принятая вещь то есть мы не слышим такого от патрушева не слышим от других лиц от медведева слышим и поэтому все равно есть некоторая такая чуждость этому всему потому что особенно публичное выражение подобное поведение она не способствует согласию на такую фигуру даже если она нужна слабая то какой-нибудь мишустин гораздо больше подойдет нежели медведь намного больше чтобы помалкивать нравится не нравится нато расширяется швейцы проголосовал за чинство страны в нато финляндии тоже по моему эта ситуация решена поэтому что путин получает 1200 километров границы с нато да да я думаю что боролись на то и напоролись называется но они вы понимаете вообще не рассуждать таких они же рассуждали за три дня киев реально рассуждали они считают что все люди нагнутся и будут умалять на коленях только не к нам но жизнь пошла по-другому ситуация пошла по-другому и поэтому конечно и несомненно Путин и все остальные принимать ситуацию какой она есть им нечего противопоставить они же там говорят ой а мы туда ракеты Искандеры подвинем только двигайте а там будут ракеты американские с боеголовками что ну и кого это то есть по существу в этом надо увидеть не только самоопределение таких стран как Швеция и Финляндия долгие время были нейтральными там Финляндия понятно по каким причинам это будет если бы не война мне кажется они бы так и не собрались ну да да я думаю что скорее всего но Швеция оставалась нейтральной это ее позиции еще там после поражения Карла поэтому они к этому серьезно относились но в принципе ситуация изменилась и вот смотрите в этом есть не только присоединение к НАТО но и забор по отношению к Москве навсегда такой знаете заколоченный то есть ну образно конечно говорим такой гигантский непреодолимый занавес причем такой который невозможно невозможно абсолютно ничем отменить пока сама Россия не изменится запад не изменится он останется таким же он и в холодную войну такой был ну в зависимости от степени мобилизации он и спустя 10 лет и 20 100 лет он будет одним и тем же а вот в России которая сейчас полностью навострела лыжи на восток ну через ее власти и в общем народ податливый для того чтобы произошли какие-то перемены кардинальные чтобы это все это нужно понять и прыгнуть не на там пять метров с шестом а на сто метров своими руками сделать этот забор таким что он стал непреодолимым и поэтому естественно когда Швеция и Финляндия так по поясу все в НАТО дальше страны Балтии вот Украина вступит в НАТО Молдова вступит в НАТО ну дальше там посмотрим как дальше но это уже фактически дальше уже некуда Турция в НАТО ну вот приблизительно вот так а вот я читала отчет всемирного банка ООН и еврокомиссии которые называют цифру вообще честно говоря фантастическую не говорит 411 миллиардов долларов нужно Украине для восстановления экономики после победы и когда думаю о том что приличные люди подписали это письмо в защиту Фридмана Ауна и прочих прочих я думаю вообще чем они думали чем они думали нанесен колоссальный ущерб соседней стране они подписывают письма в защиту человека который ну кажется ну что вам гекуба ребята зачем вам эти Фридманы да а благодаря этим людям на самом деле не только Фридману и всем остальным мировая война разгорается да вас всех могут а просто я не знаю там ядерным пеплом имени Симонья сжечь и вы переживаете за Фридмана за Авана за дядю Васю ну что в голове у российских либералов ну марк ну что не в голове но они не спрашивают у тех кто в этом понимает если бы они задали вопрос тем кто сечет я бы сказал не стоит во первых потому что от этой бумаги толку не будет никто никакие санкции ну да это же на деревню дедушки ну конечно приезжай ваня ну во первых такие дела закручиваются что не до санкции снять то это на других уровнях и другие люди в принципе решать будем честны да они же хотят чтобы их всерьез принимали эти люди они хотят они же требуют к себе внимание ну а как ну а как то есть они в октябре написали письмо сегодня на дворе у нас скоро апрель и что а стало только хуже потому что хан сбежал и сел значит в РСПП на съезде ну-ка они вообще никакого отношения к Путину не имеет как бумаги написано я думаю что их всех подставили в большей степени не то чтобы они все куплены прямо вот с потрохами этого я не знаю да я так сказать со свечки не ставил но их подставили и я вам сказал вы сказали да вот ты их защищаешь да давайте я вам расскажу там есть такой адвокат Герсон в Лондоне самый знаменитый адвокат который занимается русскими олигарами я его лично знаю я с ним встречался он конечно мастер он развести он вообще он у меня в друзьях в Линкене он замечательный человек очень веселый значит зарабатывает миллионы вот сейчас он у Придмана и в Альфа Групп главный адвокат те кто в теме они знают о ком я говорю те кто в теме и он вот именно такой давайте письмо давайте вот этих убедим заставим и они я не знаю может Волкову пообещали Навального освободил например как его освободить ну а вот с Путина нахрен решим с ним Навального освободил то есть каждого нашли ключик понимаете по итогу это комично же вы говорите нынче апрель ну что они сейчас будут шить сарафаны и легкие платья и ситца скажут ну попробовали но не получилось дальше парень как Розанов говорил варить не ничего не будет ничего не будет по этой части понимаете процессы закрутились такого исторического и глобального масштаба вот они говорят ой мы говорит Украине Паша да кто вас спросит вы будете Украине ваши деньги забудьте о них они уже все тю-тю они уже ушли Украине как он уйдал все сколько там у Фридмана 7 миллиардов 5 миллиардов я не знаю сколько у него заморожено в целом актив они все уйдут Украине все уйдут Украине а еще 411 миллиардов конечно еще их брать то и мы будем их забирать у России не вы чем так катанием так это и будет и государственные и корпоративные авуары которые находятся на западе все они то есть вот эти разговоры а мы не отдадим или мы там а кто вас спросит кто вас об этом спросит вы военные преступники все конец чао понимаете это со Сталина тяжело было получить уже назад денег этих не было они все внутри России ну с тем типом экономики и государства были сейчас вы же вся компрадурская буржуазия вы все вывезли и говорите что только не меня не друзья так это не работает так это не а зачем как говорил Ницше падает толкни зачем цепляться за тех кто и так в пропасть уже летит зачем ради чего чего их спасать у них ничего нету у них особейки остались ну там может какие-то лодочки еще что-то но это все же арестовано все же заморожено понимаете поэтому честно говоря я считаю что пусть это буржуазия сгинет олигархия а на ее место может даст бог если там что-то какие-то благо будем надеяться произойдут перемены вообще другие люди придут которые совершенно другом зарабатывают не на нефти и на газе а искусственный интеллект ну да и которые не носят легкие платья сица спасибо большое марк слава засу до встречи до свидания до свидания до свидания до свидания